Впервые в истории Тверского дзюдо столица Верхневолжа приняла первенство среди юношей и девушек до 18 лет, а также чемпионат России по технике ката. В течение четырех дней сильнейшие спортсмены из разных регионов страны оспаривали комплекты наград. Тверскую область в родных стенах представляли воспитанники и наставники детской и юношеской спортивной школы борьбы «Олимп». С участниками соревнований пообщался наш корреспондент. На первенстве России соревнования проводились в трех дисциплинах. Ного, наката, демонстрация бросков и движения в стойке. Катема-ноката – демонстрация вяжущих приемах в партере. Дзю-ноката – демонстрация гибкости. Тверские дзюдоисты приняли участие в первой дисциплине, где выступили достаточно успешно. По итогам соревнований воспитанники школы борьбы «Олимп» завоевали золотую медаль. Победителями соревнований стали Шекерли Сергей и Неркоровян Валерий Тверь. Ребятам по 17 лет, и для них это золото – первенство России, пока самое большое достижение в спортивной карьере. Как рассказывают ребята, к соревнованиям они готовились в течение месяца, без выходных и праздников. Получилось выиграть достаточно опытных соперников, которые давно выступают в таких дисциплинах, как дзюдо-ката. Там были парни-призеры чемпионата Европы, прошлые победители первенства России. Как бы мы смогли их опередить по баллам, по технике, выиграли. Ката в дзюдо – это комплекс технических действий, имеющий строгий порядок и правила выполнения. Изучает и выполняет ката в парах, при этом один из партнеров за 3-4 минуты выполняет заданную последовательность приемов на другом. И, согласно правилам, не предусмотрена смена ролей. За каждое движение судьи вычитают баллы, если оно выполнено неправильно. То есть там уже есть определенное количество бросков, например, до 18 лет их 9. Выполняется в обе стороны, как в правую сторону, так и в левую сторону. Выполняется по определенным правилам, стандартам, которые существуют в дзюдо. Бронзовую медаль на чемпионате России завоевал тверской дуэт в составе Тимурбека Нуралиева и Максима Кулева в дисциплине «Като-моноката». Она предполагает показ техники дзюдо в положении лежа и включает в себя удержания, боевые и удушающие приемы. И, конечно, как в любой дисциплине, ката важна командная работа. Взаимопонимание между партнерами должно быть очень высокое. Ну и понятное дело, что это командный вид спорта, получается уже, что показ техники ката – это пара. То есть, если ошибется один, вся пара получает минус баллы и минус медали. Главное, чтобы твой партнер, а именно Максим, показывал реальные попытки ухода. То есть, он должен реально стараться уйти с удержания. То есть, это не должно быть просто показ техники, это должно быть как в борьбе. Прошедшие соревнования – уникальный опыт как для тверских спортсменов, так и для города в целом. Проведение в Тверской области соревнований по технике дзюдо такого высокого уровня стало хорошим стимулом для тверских спортсменов к изучению важнейшего направления дзюдо – ката, отмечают организаторы.